Посмотри, вы, вы, граждане лица, Бессмертный полк идёт на свой порог. Бессмертный полк, И сколы, сколы, и священный долг. Бессмертный полк, И сколы, 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 и священный долг. Лёд вперёд, спалю, в этом стаде, И прорвусь, уплыть, в этом ка. В лес за знаменем идут наши герои-ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, дети войны, с портретами краснолучан, героев Донбасской войны 14-го года. Бессмертный полк, И сколы, сколы, и священная война. В эти праздничные дни во всех городах и районах Луганской Народной Республики идёт акция «Живая память поколений». «Живая память» «Живая память» Знамя победы! Ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий, покорев Григорий Михайлович, передает воину, интернационалисту, коробка Игорю Георгиевичу. Воин-интернационалист, коробка Игорь Георгиевич, передает знамя победы бойцу Народной милиции Луганской Народной Республики, загорулька Янису. Боец Народной милиции Луганской Народной Республики, загорулька Янис, вручает знамя победы представителю младшего поколения, надежде республики, члену Молодежного Совета при главе администрации, Березюк Владиславе. Участники акции «Живая память поколений» занимают место почетного караула у знамени победы. Песня «Живая память поколений» Песня «Живая память поколений» Песня «Живая память» Уважаемые земляки, дорогие ветераны, юные краснолучане, я приветствую вас накануне 73-й годовщины нашей великой победы. Память – это то, что помогает нам выстоять в тяжелых испытаниях. Мы помним о подвиге наших земляков, защитивших землю от фашизма. Краснолучане воевали на подступах к родному городу, участвовали в обороне Сталинграда, спасали людей в блокадном Ленинграде, сражались с врагом в составе партизанских отрядов, ковали победу на заводах и пабриках в тылу. Их подвиг бесценен, его не сотрет ни время, ни в силах уничтожить наши противники. Вели ним сердце мы сегодня пришли на этот марш. В наших руках – портреты наших героев, наш краснолучский бессмертный полк. Мы вместе прошли этот путь по центральным улицам, это путь славы, чести и достоинства. Я с особым волнением поздравляю представителя ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий Григория Михайловича Бокарева. Сегодня наш ветеран передал знамя победы молодому поколению. За боевые заслуги глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил Григория Михайловича грамотой за мужество, героизм, проявленный в борьбе с фашистскими захватчиками и весомый личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. А также хочу вручить благодарственное письмо от председателя Народного совета Луганской народной республики Мирошниченко Дениса Николаевича. С праздником, воздорогие земляки! С Днем Победы! Мы однажды вдвоем наш старинный альбом отыскали. Фотографии в нем пожелтели и тусклыми стали, но виднеется след, фронтовые тяжелые будни. Это братик наш дед, выпал век ему страшный и трудный. Долго длилась война, даже плакало синее небо, захлебнулась страна в горе и тучах черного пепла. И по нашей земле кровь, как будто вода проливалась, Русь пылала в огне, но врагу все равно не досталось. Дорогие краснолучане! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда, воинской службы, дети войны, все, кто вместе с нами и кто сегодня смотрит по телевидению, разрешите от имени ветеранов Великой Отечественной войны поздравить всех краснолучан с наступающим праздником Днем Победы и поблагодарить всех ветеранов, кто принимал участие, кто принимал участие в боевых действиях, в строительстве нашего города и всех вас, уважаемые, учащиеся, которые и победители конкурса, и которые присутствуют на данной площади и участвуют в акции памяти «Бессмертный полк» поблагодарить за то, что вы храните память о нас, о ветерану. Пусть будет мир на нашей земле! Дети всей земли, если ваши сны, мир наш изменить смотри! Жили, чтоб не врос, небо, чтоб не снес, в мире без войны! Жили, предательства и вины, мы все изменить должны, должны! Должны! Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это отец, кто же закончил войну в Москве, но не прошел, он не прошел парадом Победы, но был там до 46-го года, слушай. Это простые люди, такие же, как мы. Но без них очень плохо. Скажите, с каким чувством вы сегодня шли в колонии? Бортости за ним. Я не отношу. Это дедушка моего мужа, Дурнев Александр Стефанович. Он был защитником Филосфорта в 100%. Он участник Великой Отечественной войны. Защищал наш министер. Был награжден, был ранен, лежал в госпитале. Если бы не они, то не было бы сейчас ничего этого вообще. И неизвестно, как бы мы жили, какие бы мы были, что бы вообще сейчас было бы. Так что я очень горда за деда моего мужа. Мой дедушка Прокопенко Денис Кахарович. Сегодня я пронесла его в бессмертном полку города Красный Луч. Что вы о нем можете рассказать? Родился и жил он в Ростовской области. Там же он и погиб, когда наступали немцы. В 43-м году. С чувством гордости, с чувством благодарности за сегодняшний день, что мы можем идти и идем. С очень хорошим чувством. Мой дедушка Шаповала Василий Филиппович. Прошел всю войну, был призван в сентябре 41-го года. Встретил ее в 45-м году в городе Ясце. Был обычным шофером на машине студии «Бекер» на грузовике. Был контужен, но всю войну прошел. Четверо детей у него было. Ну и умер уже в наше время в возрасте 81-го года. Скажите, с какими чувством вы сегодня шли в колонии? Ну вы знаете, это действительно бессмертный полк. И для нас это не пустой звук. И мы всегда будем помнить и гордиться этим. Продолжение следует...